всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут юля сегодня мы с вами будем обсуждать палетку от наташи диноны бронз это красивая бронзово-золотисто-рыжая палетка в потрясающих оттенках и по всем по всем просто показаниям это должна была быть для меня страшная любовь но по факту данная палетка для меня стала одновременно и любовью и ненавистью в данном видео будет обзор данной палетки в данном видео будет несколько макияжей и конечно же сводчи так что давайте начинать начать я вам сразу же предлагаю непосредственно со сводчи и макияжей внизу под видео обязательно будут тайм-коды если вам не интересно например смотреть макияжи то вы можете сразу же перейти к сводчим а потом и к выводам либо же наоборот если вам интересно посмотреть только макияжи то то вы тоже можете перейти по тайм-коду и посмотреть только макияжа сводчи у данной палетки просто невероятно красивый но самая самая большая красота данной палетки просыпается не под дневным и искусственным освещением, а именно подсолнечным. Посмотрите на то, как переливаются оттенки именно на солнце. Это действительно абсолютно разные сводчи, сводчи при искусственном освещении и сводчи при солнечном освещении. При солнце начинают оттенки играть и светиться как не в себя. Я просто обожаю такой эффект, потому что это смотрится безумно красиво. Оттенок сантен я наношу во внешний уголочек. Этот оттенок оказался на глазах гораздо темнее, нежели чем он есть в рефиле, но при этом он довольно-таки хорошо наслаивается и неплохо тушуется. Буквально нескольких прикосновений кистью хватает для того, чтобы навести оттенок очень пигментированно, но при этом чтобы не было пятен. И также этот оттенок наношу во внутренний уголочек. Не спрашивайте, зачем я полезу туда пальцем, сама не знаю, это даже для меня загадка. Дальше при помощи оттенка магма я продолжаю затемнять внешний и внутренний уголочек. Это уже более темно-красно-кирпичный оттенок, но при этом он тоже очень хорошо наслаивается и тушуется. Оттенок бич я наношу в складку века. Дальше оттенок алоэ я наношу на центр века. Сначала я это делаю при помощи кисти, но потом до меня все-таки дойдет то, что плохо кисть наносит данный оттенок, и я возьму самый лучший инструмент, то есть палец. Так вы видите, при помощи пальца оттенок сразу же заиграл, он стал ярким, красивым, и макияж действительно преобразился. Следующим шагом я при помощи кисти наношу оттенок гломинг и пытаюсь затереть границу между шиммером и матовыми оттенками. Я понимаю то, что взяла неправильную кисть, беру другую, и все тушуется гораздо лучше. Конечно же, подчищаю тушевку. Следующим шагом я добавляю оттенок silk на центр века, пытаюсь добавить таким образом сияние, но, как видите, ничего не меняется. И дальше при помощи оттенка magma я затемняю нижнее веко. Как видите, буквально нескольких движений достаточно для того, чтобы цвет нанесся очень пигментированно и красиво. Дальше оттенок true bronze пытаюсь нанести на нижнее веко. Выходит, откровенно говоря, плохо. И дальше хайлайтер Mary Lou от The Pal наношу во внутренний уголочек. В следующем макияже я наношу оттенок bliss на все веко. Это очень красивый розово-золотисто-зеленый дуахром. Как видите, наносить его лучше всего пальцем, потому что при помощи кисти он наносится еще более полупрозрачно. Его нужно очень долго наслаивать, чтобы получить действительно красивый пигментированный оттенок. Но он очень красиво выглядит. Посмотрите на это обилие блесочек. Смотрится просто фантастично. Но при этом он тинтует пальцы. Дальше при помощи оттенков bitch и sundown я оформляю складку века. И при помощи оттенка матма я начинаю совсем потихонечку, полигонечку затемнять внешний уголок. Очень стараюсь не наставить пятен, которые я не растушую или не сделать макияж слишком ярким и активным. Потому что этот глаз я задумывала больше как нежнятинку. Ну и подтушевываю границу между оттенками. Вот так выглядит макияж без стрелок и ресниц. И дальше я наношу хайлайтер Mary Lou от The Balm во внутренний уголочек. Теперь мы начинаем мой самый любимый макияж. При помощи оттенка rich и sundown я буду затемнять складку века. Эти оттенки очень похожи по факту друг на друга. У них отличается немного потом. Но в складке века на самом деле они выглядят полностью одинаково. И дальше при помощи пушистой кисточки я немного подтушевываю границу. Дальше я беру оттенок magma и начинаю очень легонечко затемнять внешний уголок. Стараюсь делать аккуратные движения, чтобы не переборщить, так как потом у меня будет еще больше затемнения. Как видите, при помощи пушистой кисточки этот оттенок можно нанести очень даже полупрозрачным. И самым темным оттенком в палетке, дипдайв, я начинаю аккуратно затемнять внешний уголочек. Ключевое слово тут аккуратно, потому что несколько макияжей я уже стирала, потому что что-то шло не так. Затемнение внешнего уголка этим оттенком дело очень длинное, муторное. Вы можете наблюдать все мои старания сейчас на кадре, все какие-то проплешинки, которые я пыталась перекрыть. Но по факту в жизни данный оттенок смотрится очень красивым темно-баклажановым оттенком. Он не смотрится черным, он смотрится именно темно-баклажановым, и никаких проплешинок в жизни не было видно. Если что-то вы здесь и наблюдаете, то это только благодаря яркому свету от сахбоксов. Дальше я беру самый красивый шиммер, родиум, и начинаю наносить его на все века. Нанесение кисти у меня очень не нравится, потому что оттенок все же суховат для кисти, но при помощи пальца данный оттенок очень хорошо наносится. Я советую наносить его пальцем втирающими движениями. Оттенок получается такой серо-баклажаново-серебристенький, и смотрится очень красиво в сочетании с оттенком дип-дайв. Дальше я начинаю наносить шиммер палладиум во внутренний уголочек. Этот шиммер сначала наносится очень полупрозрачно, но чем больше ты его наслаиваешь, тем более ярким и красивым он становится. Я думаю, вы даже на видео замечаете то, что он прямо-таки с каждым нанесением начинает играть все сильнее и сильнее. Дальше оттенок дип-дайв я наношу на нижнее веко и подтушую его при помощи оттенка Ридж. Как видите, этот оттенок не черный, и поэтому его можно растягивать по всему веку. Дальше я смахиваю осыпания, они очень-очень весело растираются у меня прямо по носу, и дальше мне придется уже орудовать консилером и тональным средством. И на внешний уголок, конечно же, наношу хайлайтер Мэри Лу. Дальше оттенок дип-дип-дип-дип-дип. Итак, макияжи вы уже посмотрели. Я надеюсь, что вам все понравилось и вы не заскучали. Теперь давайте обсуждать саму палетку. Палетку я покупала на сайте Культ Бьюти за 50 фунтов. 50 фунтов это цена именно на Культбьюти для России. На официальном сайте Наташи Деноне цена на данную палетку 65 долларов. При этом здесь 15 рефилов, каждый рефил по 0,67 граммов. Также должна отметить то, что сделана данная палетка в Италии. В данной палетке сочетается очень много формул. Здесь я бы сказала одна формула матовых, потому что ко всем матовым здесь придраться нельзя. Они невероятно качественные, они мягко, нежно тушуются, нигде не образуются ни залипших пятен, ни проплешин. Просто хорошая, быстрая, максимально простая тушевка, с которой справится даже новичок. Единственный минус, который я все же могу заметить в отношении матовых, так это то, что по факту на глазах оттенок не такой, как в рефиле. Вот посмотрите, например, на оттенок Sun Tens. Это такой нежно-коричневый, немножечко ржаватый оттенок, который должен быть промежуточным между тушевочным и темным. Но по факту данный оттенок на глазах очень даже темный, он ни разу не тушевочный. Да, при особых навыках его можно растушевать как тушевочный оттенок, но эта задача не для новичка. Если у вас плохие кисти или если у вас недостаточно навыков, то вы можете сделать что-то не очень симпатичное у вас на глазах, и вы будете этому не очень рады. Соответственно, нужно понимать то, что данный оттенок гораздо темнее, нежели чем он здесь есть. По факту здесь три тушевочных оттенка, оттенок Beach, Rich и Sundown. Это красивые оттенки, они максимально похожи друг на друга, это тоже нужно понимать. Несмотря на то, что у них разный все-таки по тону, вот здесь посмотрите, они тянутся от более холодного рыжего к более ярко-рыжему. Но по факту на глазах они смотрятся очень даже похоже. Соответственно, я бы сказала, что не нужно было делать три столь похожих друг на друга на глазах оттенка. Можно было заменить хотя бы один из этих оттенков каким-то другим, и тогда было бы, я думаю, гораздо интереснее. И также, помимо тех четырех матовых, которые я уже озвучила, есть последний матовый оттенок, вот такой вот Magma. Это очень красивый кирпично-красный оттенок. Вот он замечательно может тушеваться, он замечательно может наслаиваться, и при помощи данного оттенка вы можете сделать хорошую растяжку от светлого к темному. Конечно же, для этого тоже понадобятся навыки. Это не для новичка задача, но если у вас данные навыки есть, то при помощи данного оттенка вы действительно сможете сделать очень-очень многое у вас на лице. Все остальные оттенки это по факту шиммеры. Единственный оттенок, который такой вот сомнительный, он находится между матовыми и шиммерами, это вот такой вот темный оттенок Deep Dive. Это черный такой оттенок, по факту на глазах он не черный, на глазах он становится более светленьким и тушевочным. Данный оттенок осыпается, осыпается он просто как не в себя, так что будьте с ним очень аккуратны. Но при этом с данным оттенком тоже возможно проделать много манипуляций. Им можно сделать более светлую оттяжку, его можно наслаивать до более темного оттенка. Иными словами, данный оттенок очень-очень разносторонний и им можно тоже делать совершенно разные манипуляции и получать, соответственно, разные макияжи. Все остальные оттенки это шиммеры и как раз таки к шиммерам у меня больше всего претензий. Несмотря на то, что это жемчужина данной палетки, эти все шиммеры, но по факту у меня к ним больше претензий, нежели чем похвал. Шиммеров здесь очень много, они очень разные, в том числе здесь два дуохрома. Дуохромный оттенок Bliss, это розово-золотистый зелененький дуохром, он очень красивый. И также здесь дуохром, это оттенок Glowing, это розово-красный оттенок с золотистым дуохромом. Дуохромы красивые, но лично у меня на глазах так случилось, то что данные дуохромы очень быстро исчезают и теряют свою дуохромность. Вот этот оттенок Bliss мы с вами использовали в одном из макияжей и я думаю вы видели то, что наносит, нанесся он потрясающе, красиво, бомбезно. Но потом с ним как будто что-то случилось и его хотелось наслаивать и добавлять, потому что он как будто бы терялся, вот буквально уже спустя 5 минут его красота, его магия начинала уходить. Кроме дуохрома в этой палетке, конечно же, стоит выделить самый красивый, на мой взгляд, шиммер, это розиум. Это невероятно красивый, потрясающий баклажаново-сливовый оттенок. У него, к сожалению, не кремовая формула, как мне бы хотелось, это формула средняя между сатиновой и кремовой. Он достаточно легко наносится, его можно наслаивать и от этого он становится только лучше, он от этого выигрывает. Здесь оттенок одновременно и холодненький и совсем капельку тепленький, но все же это больше холодный оттенок. Здесь одновременно и серый, и баклажаново-фиолетовый подтон, и при этом здесь есть маленькие-маленькие, практически незаметные блесточки, которые делают данный оттенок поистине уникальным. Он смотрится на глазах невероятно. Даже сейчас у меня нанесен этот оттенок на глаза, на центр, и это просто потрясающе. Я просто теперь фанатею по сочетанию оттенка Родиум и Дип Дайв. Получается какая-то невероятная красота, получается очень холодная гамма, которую вы разбавляете при помощи теплых матовых тушевочных оттенков. И таким образом у вас получается невероятно интересный макияж. Здесь, судя по сводчам, все оттенки немножечко разные. Если это золото, то это разное золото. Какое-то более желтое, какое-то более желто-рыженькое, какое-то более мерцающее-сияющее, какое-то больше с холодненькой. Но по факту на глазах практически все золотые оттенки смотрятся одинаково. Точно так же, как и красное-рыжее, смотрится на глазах абсолютно одинаково. Это и есть самый большой минус данной палетки и моя боль, потому что никакой красивой растяжки от, например, светлого золота к темному, насыщенно-красно-рыжему вы не сделаете, потому что все будет смотреться абсолютно одинаково. Итак, теперь давайте я расскажу про плюсы и минусы и подытожим все, что мы здесь с вами оговорили. Несомненным плюсом номер один является то, что здесь потрясающая тушевка матовых. Это действительно очень простая тушевка, с которой справится даже ребенок. Второй плюс это красивые, необычные дуохромы. Очень-очень красивые, действительно, очень-очень необычные, красивые, интересные, глубокие оттенки, которые хочется рассматривать и которые хочется наносить на глаза. Повторяюсь, это оттенок Близ, розово-золотисто-зеленый дуохром и также оттенок Глуминг. А третий плюс это, несомненно, то, что здесь есть очень необычные, красивые, интересные, многогранные оттенки. Вот в некоторых палетках смотришь оттенок как оттенок. Ничего особенного, ничего глубокого, ничего интересного. Но в таких палетках, как у Наташи Деноне, ты понимаешь, что цвет гораздо глубже, нежели чем он есть. И последний, пожалуй, плюс этой палетки, то, что ей очень легко пользоваться, можно сделать целую кучу повседневных макияжей и при этом вы потратите на эти макияжи минут 5, максимум 10. Это очень быстрая палетка, с ней вы можете делать утренние макияжи, простые макияжи, повседневные макияжи. Это именно палетка экспресс-макияжей, с которой у вас практически не возникнут проблемы. Ну а теперь давайте перейдем к этим самым проблемам, потому что их очень много. И несмотря на то, что у меня с этой палеткой одновременно и любовь, и ненависть, но минусов у данной палетки гораздо больше, нежели чем плюсов. А первый минус это, конечно же, осыпание. Осыпаются как шиммеры, в основном подобные как Silk. У них более кремовая текстура, но при этом они очень рассыпчатые и они, конечно же, сильно осыпаются. Но самые большие осыпания и проблемы, это, конечно же, от оттенка Deep Dive. Когда вы его наносите и набиваете, у вас образуется целая куча черных осыпашечек под глазами, на носу, на всем лице. И стереть их очень трудно. Действительно, это трудная задача. Очень часто мне приходилось потом донаносить на эту зону тональное средство, пудру и консилер, потому что просто смахнуть кистью, к сожалению, не всегда удавалось. А второй минус, как я уже сказала, например, оттенок Bliss очень сильно теряет свою пигментацию. Он становится менее ярким. Такое ощущение, что его подложка, вот эта розовая, она начинает исчезать. И остаются небольшие блесточки, и все. И это очень странно, потому что исчезает, как я уже сказала, данный оттенок не через полдня, а буквально через 5-10 минут оттенок становится уже менее насыщенным. Кроме того, оттенок Bliss еще оставляет пигмент. По крайней мере, с пальцем мне было достаточно трудно тереть пигмент, потому что именно осталось розовое пятнышко, которое ну совсем не хотелось стираться. Третий минус заключается в том, что не все оттенки по факту на глазах передаются так, как они выглядят на ворифилах. Как я уже сказала, оттенок Sun Tan, например, смотрится на глазах гораздо более темным. На глазах он превращается в темный тушевочный оттенок. И очень важным минусом данной палетки также являются много одинаковых оттенков. Вот три, например, тушевочных оттенка, Beach, Rich и Sundown, как я уже сказала, они немножечко разные по своей температуре. Beach более бежевый, Rich смотрится более горчичным, Sundown более желто-оранжевый, но по факту на глазах, когда ты их начинаешь тушевать, они безумно похожи друг на друга. И как минимум один из них точно можно из этого уравнения выкинуть, и палетка от этого не пострадает. Еще два одинаковых оттенка, это True Bronze и Silk. Это очень тоже похожий друг на друга оттенки. Единственное, что у них формула тоже отличается, True Bronze. Очень-очень сухой оттенок, его очень трудно набирать, как кистью, так и пальцем. Оттенок Silk, наоборот, он очень кремовый, но при этом он рассыпчатый, поэтому он хорошо набирается, потрясающе отдается, но жутко сильно осыпается. Еще одним минусом данной палетки является то, что практически все оттенки, особенности матовые, рыжат. Вы не сделаете данной палеткой, к сожалению, холодный макияж. При всем желании у вас это не получится. Для кого-то это минус, для кого-то это плюс. Я же это отношу скорее к минусу. Да, здесь два всего холодных оттенка, это Родиум и Палладиум. И, соответственно, всего двумя этими шиммерами вы не сделаете холодный макияж. Но все же хочу заметить то, что можно делать теплый, но разный макияж. Можно делать более теплый, можно делать более тепло-холодный, можно сделать больше в желтый, в рыжий, в красный. Вот здесь все идет в рыжий, вот строго-строго рыжий. Поэтому, если вы не любите рыжие макияжи, то ни в коем случае не ведитесь ни на золотые, ни на розовые, ни на вот эти оттенки, потому что по факту практически все здесь будет рыжие, и, скорее всего, вы все же расстроитесь при покупке данной палетки. Еще один минус, я уже упоминала ранее, но обязательно проговорю сейчас. По факту шиммеры на глазах выглядят очень одинаково. Если вы берете один из желтых-золотых шиммеров, все они выглядят на глазах одинаково, и вы не получаете красивый переход от одного оттенка к другому. Если вы берете рыжий шиммер, опять-таки, все рыжее. Если вы берете золотой шиммер, все золотое. Если вы берете вот такой вот красно-розовый шиммер, все равно они выглядят абсолютно одинаково на глазах, и вы не увидите никакого красивого перехода. Кстати, если вам кажется, что на заднем плане кто-то сверлит, то вам не кажется Простите, пожалуйста, но сверлят весь день и будут еще всю неделю Поэтому у меня нет возможности в другое время записать это видео Итак, один из последних минусов это то, что данной палеткой можно сделать очень мало макияжей На самом деле здесь можно сделать розовый макияж, можно сделать разные варианты золотисто-рыжего Можно сделать темный макияж, но по факту это все Даже те же самые золотые макияжи у вас будут максимально похожи друг на друга И один от другого будет практически не отличаться То же самое касается рыжих макияжей, они будут максимально похожи друг на друга Иными словами, темная гамма, рыжая и золотистая Так как цвета очень похожи друг на друга и не переходят друг к другу, а смотрятся одним То именно из-за этого у вас макияж будет вот что вчера, что сегодня, что завтра, что через неделю Вот все из одной оперы И, пожалуй, последний минус в этой палетке очень-очень сильно не хватает светлого шиммера Такого, которым можно высветлять внутренний уголочек Посмотрите, здесь нету по факту ни одного такого шиммера Золотой-золотой, рыжий-золотой, рыжий, красный-красный Ну и где, пожалуйста, этот самый шиммерный высветляющий оттенок? Да нету его нигде И, как вы видели уже в макияжах, я постоянно обращалась к своему хайлайтеру от The Balm Mary Loop Потому что это красивый, одновременно и холодный, и теплый оттенок Который на мне, как правило, очень хорошо смотрится Почему сюда не поместили этот оттенок, совершенно непонятно Потому что, на мой взгляд, он сюда напрашивается и он здесь очень нужен Опять-таки, здесь есть три очень похожих друг на друга матовых оттенка Но почему-то нету, зараза, светлого шиммера Здесь есть очень похожие друг на друга шиммеры Элой и Тру Коппер, Тру Бронз и Синк Но нету светлого шиммера Зачем было делать столько одинаковых оттенков и не всунуть сюда действительно нужный оттенок? Пф, загадка Ну что ж, подводя итоги по данной палетке Могу сказать то, что она невероятно красива Вы получаете действительно красивые макияжи Особенно с оттенком Родиум Вы получаете невероятно красивые дуахромы В частности, оттенок Близ Невероятно красивый золотистый оттенок Силк Но также, помимо этого, вы получаете одинаковые макияжи Вы получаете много-много осыпашек Вы получаете нашу любимую золотисто-рыжую гамму И все вот очень вот так вот заковеркано То есть, вы найдете плюс, но тут же на этот плюс вы найдете минус Вы найдете еще один плюс И на этот плюс вы найдете еще несколько минусов в данной палетке И именно поэтому у меня с ней и любовь, и ненависть Так что, если вы хотите данную палетку Я вам советую очень-очень хорошо подумать Во-первых, подумать над гаммой Потому что рыжая гамма очень рыжая, конечно же И не уйдете вы здесь от рыжего оттенка, к сожалению, никак Во-вторых, как я уже сказала, очень похожие шиммеры Но при этом красивые, конечно же, нужно дать им должность До хромы, которые исчезают Преимущественно очень теплая гамма И также осыпание, конечно же Решать вам я на самом деле не жалею о том, что купила эту палетку Потому что мне очень нравятся некоторые оттенки здесь В особенности Родиум, которому я уже устала петь оду в этом видео Поэтому я полюбила данную палетку как минимум за этот оттенок И за тот макияж, который он может вам создать Потому что это будет потрясающая красота Я уже полюбила этот Дуа Хром Близ Несмотря на то, что он исчезает Я полюбила вот эти вот сияшечки Но все же, все же, все же очень много с ней проблем Очень много было макияжей, которые я стирала Они действительно были, поверьте мне Я действительно делала макияж Потом его стирала, потому что выходило плохо И вот таким вот образом все происходит в этой палетке Либо рыжая, либо осыпающаяся, либо одинаковая И вот одновременно и любовь, и ненависть Вот это главная мысль данной палетки Ну что ж, а на этом все Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца Очень надеюсь, что оно вам понравилось Если это так, то ставьте лайк Подписывайтесь на канал И всем пока-пока!